Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня я подробно остановлюсь на ключевых техниках и направлениях музыки двадцатого века и подробно расскажу о зарождении драгофонии 12-тоновой техники и сериализма. И эти техники будут напрямую связаны с именем великого композитора Арнольда Щенберга. Кстати, когда я на прошлой лекции говорил о ключевых открытиях в науке, произошедших на рубеже 19-го и 20-го века, это расщепление атома Эрнстом Лидерфордом, квантовая механика Нильса Бора, Эрвина Шодингера, Поли Дирек и Макса Планка, теория относительности Альберта Эйнштейна, которые привели к качественному скачку в восприятии структуры мироздания у всего человечества, они привели и к качественному скачку в развитии музыкального искусства. Вот тут интересная деталь, что, как всем известно, великий, Альберт Эйнштейн был блестящим скрипачом. И говоря об уважении Эйнштейна к музыке, об этом даже говорит сама фраза. Альберт Эйнштейн про музыку Моцарта сказал, «Музыка Моцарта настолько чиста и прекрасна, что я вижу ее как отражение внутренней красоты Вселенной». Тогда как Макс Планк, один из основателей квантовой механики, который вел самопонятие квантования, Макс Планк был блестящим пианистом. И в юности он даже выбирал пойти по пути концертирующего пианиста, говорят о многих международных конкурсах по пианизму, или же вступить на стезю науки. И говоря об основных техниках и их отражении в музыке, мы все знаем, что такое понятие тональность и как она развивалась в эпоху классицизма, позже в эпоху романтизма, как появилась сенатная форма, как отражение принципа диалектики, как такой некий мини-мир, в котором развиваются все страсти и интересы той эпохи. И в конце девятнадцатого века многие композиторы одновременно подошли к крайнему музыкальному кризису. И по сути история зарождения техник композиции двадцатого века — это история того, как из хаоса возник порядок, как хаос, собственно, буквально говоря, и стал началом нового мира, как он сейчас принято читать в науке, так же, как большой взрыв является началом Вселенной и началом времени. В конце девятнадцатого века это отчетливо видно по творчеству, позднему творчеству даже Ференца Листа, его, в частности, «Атональный богатели», который так и называется, в особенности в операх Вагнера, на чем, кстати говоря, великий композитор Пьер Буллес. Я говорю, что Пьер Буллес — это имя, равное столетию. То есть, если поставить знак равенства, что на чаше весов Пьер Буллес и музыка двадцатого века будут равны друг другу. И этот Пьер Буллес во многих своих выступлениях и на репетициях, в частности, с Барен Боймом, он акцентировал внимание на то, что первым примером современной музыки можно назвать оперой Вагнера в том, как Вагнер работал с этой хроматической системой двенадцатилетонами, о чем мы говорили на прошлой лекции. И, в частности, о расщеплении атома. Как Резерфорд расщепил атом, так и в музыке появились расщепленные звуки и целые звуковые кластеры на подобии мультифоников у деревянных духовых инструментов или многих подобных техник у струнных инструментов. Я думаю, в будущем мы посвятим отдельную лекцию теме изучения этих новых техник, игры на инструментах и тому, как с их помощью можно писать музыку. Появилась новая теория гравитации Альберта Эйнштейна, где предметы искривляют пространство, время, в зависимости от своей массы. Я не буду останавливать это подробно, так как это крайне обширная и великая необъятная тема, но схожим образом изменилось отношение к тональности, к устою в музыке. Многие знают атомальную музыку, как бы музыку без тональности, но на самом деле ее не существует. Ее не может существовать в принципе, потому что музыки без устоя быть не может. Совсем другое дело, что этот устой бывает переосмыслен. Поэтому 12-тоновая техника, серийная техника или даже современная музыка – это вся музыка, эта музыка тональная. Только вопрос к тому, как понимать тональность. Если понимать тональность как феномен, который был, условно говоря, от Баха до Вагнера, именно в этом узком значении то, да, но если понимать тональность как устои, как ядро и периферия, как центр гравитации и все, что крутится вокруг него, тогда тональность – это аналог гравитации в музыке. И, к примеру, в музыке нововенцев, музыке Арнольда Шомберга, Альбана Берега и Антона Веберна тональность приобрела новую форму, она стала модернизированной, соответствовать новому духу времени, и эта тональность воплотилась в форме серии. Серии из звуков. Чуть подробнее остановлюсь на этом позже. Сценаристики. Тональностью стали звуковые приемы. И сама структура звука стала настолько сверхмассивной, что получила возможность искривлять и подчинять под себя и драматургию, и концепцию, и гармонию, и все остальное, все остальные музыкальные параметры в произведении. Когда я беседовал с Тристаном Мюраем, мы не раз остановились на то, что, к примеру, я говорил, что музыка – это процесс во времени. И Тристан Мюраем сказал, что музыка – это архитектура во времени. И позже мы с ним пришли к тому, что даже спектральная музыка, если оценивать тональность как устой, то спектральная музыка – это тоже музыка тональная, где определенный спектр и обертоны звука являются центром устоя и центром притяжения. Поэтому тональность есть в любой музыке. Сейчас остановлюсь и перечислю конкретные и основные течения музыки XX века. Несомненно, это, в первую очередь, тазикофония – 12-тоновая техника, серийная техника, и ее величайшие представители – Арнольд Шенберг и его ученики Антон Веберн Альпенберг. Неофенклоризм, где самым видным представителем является великий композитор венгерского происхождения Белла Бартук. Неоархаизм, к которому относят зачастую Эдгара Вареза, который является совершенно уникальным феноменом музыки в этого века. Были, конечно, и обособленные фигуры, к чему творчеству нельзя подходить с позиции одного стиля или техники, чьего творчество слишком велико, чтобы его подгонять под чьи-то рамки. И эти имена – Оливей Мессиан, Игорь Стравинский. Позже был и структурализм, и интегральный сериализм Пьера Булеза. Как развитие серийной техники, его лучшие представители – Пьер Булез, Карлханн Штохгаузен, Луиджи Ноно. Если в свое время была нововенская тройка – Шенберг, Берг, Веберт, то это уже дармштадтская тройка – Булез, Штохгаузен, Ноно. Великая школа итальянских композиторов – Луиджи Делепикуля, Личнито Шелси, Личану Беррио, Франко Донатони, Сервиатуро Шарину, Паустро Метелли, Иван Фидели, Александр Сальбиати и многие другие представители нового времени. Стохастическая музыка. Уже в самом названии можно видеть то, как кардинально изменилось в мышлении композиторов. Стохастическая музыка – принцип игры и теории вероятности, в частности, это Янис Ксенакис и Джон Кейдж. Сонаристика – один из явных его представителей, в особенности в жанре оркестровой музыки – Виталь Фрютославский. Шума музыка – Хельмута Лахерман, позже спектральная техника. Вот именно о чем постоянно акцентирует внимание Ристан Мюрай, что не существует спектрального стиля, есть лишь спектральная техника, то есть техника, явление конкретное, при помощи которой композиторы пишут музыку. Спектральная техника – величайшие представители – Джераль Гризе, Кристан Мюрай, Юг Дюфур. Некий вид или ее производная спектральная музыки – это сатуризм, сатурация музыкального пространства и времени, то есть состояние пресыщения и полной заполненности музыки. Это Франк Бедросян, Ян Рубан и Рафаэль Сандо. И, конечно же, электронная и акусматическая конкретная музыка, о которой можно будет остановиться позже, и такие техники, как New Complexity, новая сложность, Брайана Фернифью. О каждой из этих техник и об этих именах мы будем говорить на следующих лекциях. Теперь изначально расскажу про додокофонию и кратко про Арнольда Щенберга. К концу, как я уже говорил, XIX века музыка пришла к абсолютному кризису, к состоянию вседозволенности, когда композиторы получили возможность, буквально говоря, обрели абсолютную свободу действий. Но когда появляется свобода, появляется невероятная ответственность. И вот именно в состоянии абсолютной свободы возникает необходимость четкой структурации и придания формы новым музыкальным элементам. Арнольд Щенберг, великий австрийский композитор, который родился 13 сентября 1974 года, 1874 года, умер 13 июля 1951 года. Изначально в своем творчестве он развивал идеи экспрессионизма и позднего романтизма. Что такое экспрессионизм? Мы все помним импрессионизм, натурализм, фасицизм в искусстве, когда огромное внимание уделялось реальному воспроизведению окружающего мира. Тогда как экспрессионизм, в отличие от других техник, это концентрация на внутреннем мире художника, где уже не столь важно, насколько будь то художник, писатель или композитор, реально отразит мир, в котором он живет, когда гораздо более важно, чтобы творец смог отразить свой собственный мир. Одно из самых известных произведений в мире искусства, которые отразделяют с экспрессионизмом, это картина Эдварда Мунка «Крик». Это чтобы вы понимали, что это может подразумевать. И многие ранние произведения Арнольда Шомберга, в частности, «Парклярте нахт» «Просветленная ночь». Одно из самых трогательных, завораживающих и потрясающих произведений, где гений Шомберга воплотился в полной величине в рамках экспрессионизма. Это «Парклярте нахт», «Просветленная ночь», оп. 4. Произведение, написанное в 1899 году. Также, конечно же, «Песни гурре» для солистов, хора и оркестра 1900 года, «Пеллиас и Мелизанда» и три пьесы для фортепиано оп. 11. Позже шесть маленьких пьесок для фортепиано оп. 19. И с этого момента уже начинается переход его к даркофонии. Изначально, в своем раннем творчестве, Шомберг был привержен сам поздивароматизма. Поздивароматизма немецкого течения. В частности, у меня есть сборник фортепиано-произведений, полных фортепиано-произведений Шомберга, где есть пока не пронумерованные, то есть без опыса произведения Шомберга, которые написаны в конкретной тональности, например, до диез минор. И полностью являются продолжением традиции Фернца Листа, Фредерика Шопена. И говоря об этом, говоря о пути Шомберга, невозможно не отметить таких композиторов, как Александр Скрябин и Николай Рословец. Они, независимо друг от друга, независимо от Шомберга, в России совершали даже чуть раньше, чем Шомберг, те открытия, которые станут основой всей современной музыки. И мы в пути, в творчестве Скрябина, изначально, конечно, про раннего Скрябина, про его этюд оп. 2, про его прелюдии, про этюды оп. 8 и подобные произведения, великий Николай Андреевич Римский-Корсаков сказал, Скрябин откопал целый сундук неопубликованных произведений Шопена. Это, конечно, очень тонкое замечание о его стилистике. И позже Скрябин постепенно от этого, доходя до своих поздних фортепианных поэм, до прометая до фортепианных концертов уже переходит к совершенно новому восприятию лада, к новому восприятию тональности, открывает уже некий Скрябинизм, совершенно иной полет мысли и переход в иные измерения и иные пространства. То же самое происходит с Николаем Рословицем, в котором эволюция творчества, творчество, видно, переход от позднего романтизма к совершенно новому стилю. Ведь не случайно Николая Рословица называют русским Щенбергом. И путь Рословица и Скрябина и Щенберга, а также корреляция между произведениями Бартуга и Веверна показывает то, что если во времени конкретную историческую эпоху возникает необходимость в пелеменах, в новых идеях, то всегда находятся люди, которые станут их носителями и будут совершать своеобразные революции. О биографии и работах Арнольда Щенберга я подробнее остановлюсь на следующей лекции. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok